Повестку таких встреч по сути формируют сами граждане, направляя в различные инстанции вопросы и мнения относительно работы системы здравоохранения в Ленинском городском округе. И стоит отметить, что и участников мероприятия и обсуждаемых тем с каждым разом становится больше. Я понимаю, что в зале все равно люди те, у которых что-то немножко где-то на сегодня появилась какая-то проблема. Я надеюсь очень, что мы разрешим эти проблемы, потому что сегодня, например, от нашей ВРКБ практически все замы в зале. На протяжении многих лет руководство Видновской клинической больницы проводит политику информационной открытости. С жителями делятся не только проблемами и способами их решения, но и рассказывают о новых технологиях, внедряемых в лечебные учреждения. Видновская больница стала флагманской больницей нашей Московской области. За счет включения различных проектов, которые мы реализовали, тиражировали на своей территории. И далее это ушло уже на региональный, а некоторые проекты ушли на федеральный уровень. Подобный диалог медиков и граждан проходит в конце каждого месяца. В среднем на встрече жители округа задают порядка 40-50 вопросов и получают на них исчерпывающие ответы. Многие приходят сказать слова благодарности. На позапрошлом заседании я обращалась к руководству нашего здравоохранения с просьбой установить у нас ФАП. И была такая договоренность, что он простоит неделю. Но знаете, есть высшие силы, которые позволили нам, чтобы ФАП простоял у нас две недели. И вначале люди тяжело как-то шли, они не верили в это. Потом прямо стояла очередь. Представители здравоохранения, я им скажу обязательно большое спасибо. Потому что опыт был удачный. Но я бы его хотела продолжить. Следующая встреча состоится уже в грядущем году. И также подобные мероприятия будут проходить ежемесячно. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.